долго ждать вас что добрый день дорогие друзья с вами канал краски же и наши эксперты серёжа и лиза сегодня в этот прекрасный солнечный день решили мы попробовать два турецких десерта один десерт мы купили в биме один мы купили в каррифуре так значит с чего начнем подозрительная конечно почему зелененькая может такой пробовали помните значит давайте этот попробуем как он называется лиза чик кишки кишки фирме и кир что это мы не знаем чем мы не знаем вы же супа что вы прочитали да но ты да 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 то тоже читал с древесной листами нарисована нарисован миндалька здесь фисташки может быть и миндаль и фисташки здесь ты это не предполагал так сегодня мы приглашаем вас с нами на чайпитие турецких чешек мы заварили чай по-турецки кстати я вам покажу когда чай мы используем такой чай это чай продается мы видели только в метро таких магазинах я его не видела вот такой вот если что на всякий случай это самый для нас самый вкусный чай который мы нашли но я думаю что турки знают еще секреты наши друзья турецкие если что пишите какой чай вы пьете и мы будем очень вам благодарны за поиск идеального чая как я отыщу идеальный кофе мы будем искать идеальный чай пока вот этот именно золотой расцепной такой же есть пакетах пакеты для пускай не смущает вас его гиттой турции в большинстве таких пачек мелками измельченный да здесь нет крупно листового такой майский чай как вы привыкли так давайте посмотрим что еще раз как называется кишки кишки он такого нежно болотного цвета и так серёжа первый очень нравится нам очень нравится наблюдать за твоей реакцией первым поэтому мы присоединяемся к тебе попозже аромат древесной смолы не все не все так однозначно в этой жизни поэтому там еще что-то есть чем пахнет хорошо удачи ванилькой ванилькой ванилька даже читали самой популярной кондитерская добавка это ваниль а кстати это не реклама мы просто вам показываем как учаем и выставила так как будто рекламирую так ну давайте я попробую запивайте чаем мне кажется что ваниль здесь это 1 ваниль это конкретно молочный пудинг тупо с ванилью нет мне попали сейчас маленькие куски орешек в основной аромат этого не перебор 1 ваниль он вкусный да ну прям ну это ванильный сахар а не ваниль даже ванильный сахар вкуснее всего пока чай не ну это хотя бы не древесная смола 1 ваниль не да мне это сразу скажу сейчас будем перейдем от этого к этому так короче это кеш кюль да кеш кеш кюль в общем это ванильная субстанция с дробленными орехами все дроблен картон дроблен картон нет на самом деле имеет право на жизнь а напоминаю нашим нашим турецким зрителям напоминают подождите нашим трески турецким зрителям туркам напоминаю что мы тестим именно продукты из магазинов и супермаркетов пока то что мы пойдем купим где делают шикарные десерты по-турецки я не сомневаюсь что это будет все вкусно но пока мы ориентируемся на тех кто будет ходить в магазины покупать там я просто вам объясняю а не то что мы хотим и нам нравится мы тоже может быть не всегда любим первые супермаркеты и пробуем как бы не в оригинале массовом производства то что все ходят и покупают супермаркетах поэтому пока так давайте следующее ярко выраженный вкус молочного пудинга с переборщенным количеством ванили на мой на мой вкус и на мой орешки чувствуются натуральные орехи чувствуются все нормально как бы можно кушать до дико сладкий все переходим так допиваем сейчас запьем все чаем и будем переходить к следующему короче давайте это самое следующее мы сейчас перейдем короче не люблю это ваниль вообще о блин я снимаю да не поделишься не скидал переходим к следующему десерту это десерт бимовский это последняя позиция в биме значит я сразу увидел вам написано пальмовое масло присутствует кибриз уже от лисы минус осман углу да хотя они позиционируют как это турецкие десерты и такие знаете фрешики свежие то есть недолгого срока хранения но кибрист от лисы давайте попробуем ты же яркая противница пальмового масла уже я купила в принципе я с полки взяла я что там читать могу сразу минус 2 балла минус 2 минус 2 балла да потому что потому потому что еще на вкус я яркая сразу плюс 2 но спали маслом не может быть невкусным сразу на вся суть по другому но все зависит еще от того какое пальмовое масло здесь хоть какое разное есть пальмовое масло не надо не вытаскивай зачем ты вытаскиваешь коробочку из коробочки ну а пробуй 1 1 каприз осман углу от 3 близки так вот это меня уже бывает почему ну что похоже на эта структура вот бисквитная так все мы можем тоже давали что на морковный какой-то торт там какие-то оранжевые и штучки вот что съел не понял любые грецкие есть и вкусно дробленые грецкие орехи какой-то крупный и они еще чем-то залиты то есть здесь присутствует какая-то биткость пропитка это бисквит внизу точно бисквит ну ну такой какой-то знаешь как этот самый коричневый бисквит кулинар в общем так по моему мнению это бисквит сладкий с пропиткой очень такой жидкой пропиткой да 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 в общем это так более бы куда медовый бисквит с вкраплениями орешков и белой их молочный молочный молитв дать молитв и сверху смолит конкретный смолит тушенка похоже меня напомнила так гречку ты уже совсем даже в дебри зашла сборить по структуре не давайте стареньким орешком она по нашему рейтингу какой мне такая уже вторая ложка какой бал по пятибалльной шкале и скале тот рай тот трояк был этот какой тоже троянка рычок там это независимое мнение очень много пишут да вы это пиши для меня тоже допустим там лучше чем смолит на черном хлебе нет ничего щас очков ну так для них это вообще дичь будет зачем-то так вырежем в этом месте какой-то нехороший пример меток вторая ложка подряд уже попал если честно я только я только протестировала я не хочу я не хочу много столько сладкого много выплюнь твой кильку почувствовала не почувствовала запах старости какой-то бабушкин шкаф автолинчик есть такой есть такой вот и я да почувствовал можно значит два короче ставлю сейчас начался ситуации что маленькая киричка завалялась в общем 2 2 балла честно друзья простите извините это наше мнение по вам еще было ничего по центру что-то не то что-то пошло не так бабушкин шкаф чай спасали все самое вкусное все можете покупать что-нибудь хорошие я покупаю все подряд причем тут это я беру все десерты покупать откуда я знаю знаю только красный бархат мы его тестили в прошлый раз он был вкусный поэтому шутлач мне купить с отлачего то куплю только хороший я ищу глиняный так все закончили в общем сегодня опять осечка опять осечка такой же степень что-то как-то жирноватый сладковатый перебор с первым и вторым дико педики перебор сахаром не значение что я вот не знаю полбанки короче во первых пальмового масла во вторых дичайший сладкий сироп так вообще мед с водой пропитка сделано в третьих непонятный привкус реально кого-то блин ну похоже на нафталины и похоже на на свежую кутина слабосореную келечку и же такую 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 да вот без запаха рыба просто в кустами что-то я не знаю нации позитивной ноте на сей позитивной ноте мы наверное закончим молит сверху тоже зачем вот мы порадовали зрителей скажи сегодня чаем чаем нормально ну как был вкусненький такой я что надеюсь запитал на это все что-то не очень получилось в следующий раз будет очень значит все всем пока целуем обнимаем следующий раз значит купим что-то более позитивное мы покупаем кота в мешке мы думаете это сами пробуем пробовали из всех этих десертов только в прошлом выпуске вот красный бархат все больше ничего мы не брали вот вместе с вами пробуем теперь так что все целом и обнимаем будет есть не пойдет мусорку точно если даже серёжа не говорит и не ест его то лиза выпрямись и улыбнись и сказала иди на учебу и что не на учебу сказала де универ все всем пока до следующей встречи